Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 6 мая. Вот я высадила крупноплодные свои томаты сегодня в открытый грунт. Наработались. Время ближе к вечеру. Сейчас зашла. Прочитаю некоторые комментарии. Считаю нужным ответить на некоторые вопросы. На свежие, на старые. И в конце посмотрите. Покажу вам мимимишное видео, как моя Надюша кормит своих котят, которые уже большие, уже играют. Как быстро растут чужие дети. Это вообще-то что-то. Вот смотрите, перед тем, как я начну, вот прям, которые 30 минут назад буквально пришли, я хочу ответить на один вопрос, который пришел еще на комментарий. Три дня назад. Я его сейчас уже не найду, потому что новым не завалило, но я очень хочу ответить на него, потому что, возможно, такие вопросы мысленно возникают у многих. Вот смотрите, одна зрительница написала. Ну, она, конечно, в хамской такой манере написала, но я просто смысл передам. Там, где я делала стаканчики из старой полиэтиленовой пленки. Называется видео, возможно, вы видели, что как-то делаем стаканчики своими руками бесплатно. Этому видео уже 2 или 3 года. И она в таком смысле написала, что, смотрю, что-то вы-то высаживаете, ни одного такого стаканчика самодельного у вас нет. Знаю, зачем вы снимаете такие видео. Просто придумываете очередное. Ну, как, чтобы, ну, какие-то лайки заработать. Короче, не в этом дело. Но дело в том, что она, главная мысль, что я вас, зрителей, например, учу делать вот такие стаканчики с полиэтилена, а сама-то почему-то в покупных. Ну, вот я и написала короткий сценарий. Но вообще, конечно, с такими людьми даже разговаривать на ней охота. И вот для всех, кто это не понимает, я сейчас объясню. Есть разница высадить, например, 100 или 200 кустиков рассады. Или, как у меня, 2000. Ясно, что крутить 2000 самодельных стаканчиков из пленки, у меня, во-первых, и нет столько пленки остатков, у меня нет столько времени, чтобы крутить самодельно. Но, когда у меня было небольшое количество рассады, для меня было несложно сесть и накрутить, например, 20-40 стаканчиков вот таких. Я крутила стаканчики и бумажные, когда особенно пикировала маленькие, вот размножать эти цветы. Вот, а щитки там размножала крошечными, например, какие-то там еще декоративные травки. Где столько стаканчиков берешь? А для них нужно крошечные и крошечные. Я крутила сама. И сейчас я многие видео показываю и рассказываю, и даю советы о том, чего сама я уже не делаю. Потому что, во-первых, иногда я не делаю из-за того, что у меня не хватает времени. Иногда я не делаю из-за того, что я просто не смогу такой объем сделать. Но я даю советы тем, у кого, например, сегодня нет этих стаканчиков и нет денег купить эти стаканчики, но есть старая пленка. Почему бы не накрутить самим? И не обязательно, что те советы, которые я даю, я должна применять каждый год на своем огороде. Я должна каждый год крутить и крутить эти полиэтиленовые стаканчики. Я умею так делать. Поделилась своими знаниями со зрителями. А буду я делать или нет дальше, это тоже мое личное дело. Но вы понимаете, всякий нормальный человек поймет, что если я занимаюсь уже как полупрофессионально выращиванием вот этой рассады, то я могу себе позволить купить стаканчики, во-первых. А во-вторых, я просто физически не успею накрутить столько стаканов. Все. На этом мы закончим. Если кого-то удивляет, что я что-то советую, но сама не делаю, вы иногда подумаете, что могу ли я это делать. И также про подкормки. Я, например, знаю обо всех подкормках, с какой очередности их делать. Но сама я их почти никакие подкормки не делаю, просто потому что мне физически невозможно, например, корневые подкормки, подкормить 2000 кустов в одно лицо. Это просто невозможно. Если у вас 40 и 100, пожалуйста, вы можете корневую сделать подкормку. А мне проще, например, подготовить грунт плодородный, а потом летом просто небольшие опрыскивания делать, вносить корректировки, там витаминные какие-то делать, вот как сегодня я сделала. Вот про добавки я вот сегодня сняла еще видео. Я снимаю и сказала, что все остатки прошлогодние, там каких-то немножко этих удобрений осталось, каких-то этих из-за карантинных мер я не езжу никуда в магазин. Ну, в какие-то лунки достаточно всего лишь одну ложечку золы. И я сказала, что это зависит от ситуации, насколько нужно подкормку делать или нет. И вот Людмила Лисовец тоже пишет, я тоже в этом году добавляю остатки с прошлого года, кому что достанется. А каким-то томатам может ничего и не хватить. Надеюсь, потом внесу. Вот я и сказала, что можно и ничего не вносить. Если у вас такая ситуация сейчас, нельзя, например, ехать в магазин, нет у вас запасов, высаживайте просто так. Через две недели, через полмесяца после высадки можно сделать комплексную подкормку. И все, вы сразу проблему решите. Вот про теплицу, что собрали сегодня. Тоже выложила видео, как мы собирали. Правда, собирали 8 дней, долговатенько. Но мы не профессионалы. У меня мужчины первый раз такую теплицу увидели. Самые глазки пучили на нее. Вот пишет Ирина Кавыкина. Молодцы ваши мужчины. Пусть долго, но зато качественно. Но долго это да. Хочу купить семена от сибирского сада. Летом жара 50 градусов. Подойдут ли семена томатов для нашего очень жаркого климата? Крупноплодные. Вот смотрите. Или будете летом смотреть мои обзоры. Среди сибирской серии очень много крупноплодных томатов. Есть вообще томаты великаны. Но великаны по плодам. Я как раз сегодня высаживала как раз крупноплодную серию. Или будете смотреть летние, или можете посмотреть прошлогодние видео. Почти все крупноплодные сибирские томаты у меня есть обзоры. И любимый праздник, и пудовик, и ботяня, и все, 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 все. Для Казахстана они подойдут, потому что с Казахстана наши семена покупают. У Динаида Медведева тоже собрано. Слава Богу, теплица собрана. Даже я переживала, не говоря уж о хозяйке. Да, я переживала. Главное в работе желание и настроение. Наталья Деменева пишет. Я полностью согласна. Так, я сейчас дойду там до еще одного, если дойду до него. Вот Вера Потрошкова прям крик души пишет. Уважаемые подписчики, живу в Туле. До сих пор невозможно ничего посадить в открытый грунт. То сильный ветер, холод, сейчас потепляло. Но на который день идут грозы, дожди. Я не буду все читать. Дело в том, что все огородники со всех регионов России пишут, что такой погоды, как в этом году, не было никогда. У кого-то было теплее обычно в это время. У тех сейчас холод со снегом. У нас было всегда в это время прохладно. У нас аномальная жара. Я говорю, мы все обгорели, все сгорели. Кто чуть раздетый ходит. Такое солнце агрессивное. Все сгорает. И вообще очень. То шторма, то ветра, то мороз, то жара. Ну, мы, наверное, правда, обиделась на нас. Земля, матушка, что-то невообразимое. Мария Леонтьева пишет. Полнолуние же вроде седьмого. Я как раз на сегодня, стоя наметила посадку. Я как раз сегодня тоже высаживала. Да, полнолуние, оно на седьмое. Но обычно всегда пишут, что за день до полнолуния, и один день после этого нельзя. Я когда-то раньше притерживалась. Сейчас решила плюнуть. Потому что по срокам у меня, вы знаете, что объем работы большой. Если я буду соблюдать, вот кто-то там осуждающий писал. Ой, что вы, на какой-то праздник там был церковный. Разве можно работать? Ну, во-первых, я не знаю. У нас бабушки пожилой нет, чтобы которая нам говорила, когда в церкви праздник. Выходить на улицу и спрашивать у людей, нет ли сегодня церковного праздника. Я тоже не могу. И так же полнолуния решила тоже сквозь пальцы на это посмотреть. Потому что если я буду соблюдать все и такие праздники, и астрологические запреты, я тогда вообще ничего не высажу. Потом еще тут буря запрещает. Потом тут был снег и мороз. Так холодно нельзя было. Короче, мы тогда дождемся, что вообще ничего не высадим. Будем высаживать тогда, когда нам удобно. А к нам завтра холода возвращается. Печаль, вот кто-то пишет. Вот смотрите, вот про это, про похолодание пишет Елена Ушкина. Перетерпеть-то они могут, но есть риск впоследствии заболеть. Но знаете, что у нас есть риск, как я уже говорила, у нас и в мае, в середине мае может быть такая холодная погода, есть риск им заболеть. И даже люди, когда высаживают в начале июня, иногда 10 июня бывает такой, как этот возвратный замороз, что тоже есть риск заболеть. Риск заболеть есть на протяжении всего, вот чуть ли не до середины июня. Поэтому, ну кто-то ждет, а у кого-то терпения не хватает. Вот Анна Астахова, я хочу сейчас прочитать ее этот комментарий, вот про то, что я сегодня сняла видео, чего не хватает томатам, и сказала, что я опрыскиваю вот этим комплексом, где вот эти микроэлементы. И действительно, иногда людям не хватает времени, чтобы распознать, ну чего не хватает. Бывает, то листики желтеют, то какие-то верхушечки там делаются бледненькими, то лист корежит, то корявит. Если это не насекомое, а если это нехватка каких-то вот почвы несбалансированная, то, конечно, разобраться очень-очень сложно, и легче сделать обработку вот этими комплексом, где собрано все, что им нужно. Вот и Анна Астахова написала, я перед непогодой опрыскала по лесу свои томаты таким удобрением. Они прям на глазах похорошели. Ну вот написала еще и Селестру, успела. Ну тут кто хочет, прочитает дальше, как она потом планирует борной кислотой. Но именно, что вот этот вот комплекс, я вот новичкам поэтому говорю, я советую сильно не разбираться, чего там не хватает. Вот все, что им нужно, когда собрано в одном флакончике, и очень легкий способ обработки, просто спрыснуть по листикам. И вот правильно она говорит, если они у вас этого требовали, что-то им не хватало, то они хорошеют на глазах, и листики расправляются, и зеленеют. Ну там есть, конечно, я уже рассказывала сегодня, есть специальные с повышенным содержанием железа, с повышенным содержанием, например, там, цинка или меди. Я делаю просто комплекс. Девять там этих микроэлементов, по-моему. Лук, лук суворова, листики подмерзли. Если уж такой морозостойкий лук подмерз, то... Вот Елена Никулин спрашивает, формируете в один или два ствола черный мавр? Я всегда говорю, вот такие мелкоплодные томаты, я никогда не оставляю в один, и даже два не оставляю. Вот у них, если есть три таких полноценных, толстых ствола вырастает, и спасанка, конечно, оставляю даже три, иногда и четыре, потому что они мельче все равно не становятся. И они вот у меня, как гроздья винограда, висят по всей длине. Также штраух мелкоплодный, также вот эти оранжевые сливки и гранатовая капля. Оставляю прям несколько стволов. Света Удалова пишет, переживала за твои помидорки, теперь все чудно. Так. Вот Юлия Юрьевна тоже пишет, вот про это же, про обработку витаминную. Пишет, очень своевременная информация. Сейчас, кто посадил томаты в грунт или в теплицу, ну, кроме южных областей, должна быть готова к хлорозам и к другим изменениям внешнего вида рассады. Так как земля не прогрелась, еще и ночные температуры невысокие, а значит, корневая недостаточно усваивает микро- и макроэлементы. Единственный способ помочь опрыскать комплексными подкормками. Вот она пишет, мне нравится сударушка для томатов, перцев, баклажанов. Кому нужны вот такие советы, я вам рекомендую почитать вот все эти комментарии, и вам обязательно найдете какой-то полезный совет, чем обработать, например, томаты. Да, особенно вот в такую сложную, как сложная такая погодная обстановка, когда у нас вот эти качели скачут, то холодно, то жарко. Естественно, томаты и вообще растения испытывают своеобразный стресс. И может быть, действительно, вот что грунт холодный, может быть, у вас там и есть сбалансированный ингрунт, может, есть и микро- и макроэлементы, но они не усваивают, ну, из-за того, что земле холодно. И вот такие обработки листовые сейчас нам как раз пригодятся. Так, вот тут какой-то приборчик, я не поняла, там измеряет что-то, не буду. Пишет Олекса, полнолуния 7-го, а 5-го, 6-го, очень благоприятные дни для посадки. Ну, мы как раз уже посадили. Так. Людмила Каспрова пишет, очень интересное наблюдение, вот всем ли томатам нужна теплица. Я никогда не думала об этом, значит, для получения максимального результата необходимо еще смотреть, для каких условий выращивания томатов предназначены семена. Спасибо за подробный рассказ и анализ роста и развития томатов. Это, конечно, да. Я вот всегда говорила, я в прошлом году испытывала эти снежные томаты, которые именно для выращивания, вот прям в холодном климате, они в теплице вообще не хотят отдавать урожай. Мне кажется, для них это шок. Мне кажется, для них точно такое же это испытание, как, ну, со знаком минус, как для тепличных томатов, когда их в холодном климате выращивают. Значит, все-таки, если они предназначены, со снежными названиями, Аляска, Таймыр, Полюс, значит, все-таки их лучше в холодке выращивать. Вот я сегодня прочитала, даже улыбнулась. Людмила Леонова пишет, у нас в Иркутской области город зима тоже очень похолодало. Так и хочется сказать, ну, у вас там и должно быть холодно. Соответствующее название города зима. В зиме похолодало. Так, тут вот все пишут, как про испытания, которые проходят томаты. Поставила стаканчики на доски, там ливни, грозы, ветра. Душа болит у людей. А куда деваться? Время идет, надо их как-то уже помаленьку выталкивать в улицу, ближе к открытому грунту. Так. Красноярский край, пишет Марина Иванова, 30-ти градусная жара резко сменилась дождем со снегом. Вот тебе и раз. Рассада еще в теплице не высажена. Ночью было всего плюс 5. Ну, вот у нас плюс 5, когда ночью, если в теплице, если бы вы заранее высадили, это не очень низкая температура. Главное, чтобы пониже не опускалась. У кого-то вот долгожданная весна. Наталья Сунчугова пишет. Плюс 25 днем и плюс 11 ночью. Прекрасно. Вот тут опять Анна Астахова сказала вот про полнолуние. Она сказала, что она один раз по незнанию в полнолуние посеяла, и все взошло и растет. Так что, наверное, мы тоже не будем теперь ни полнолуния, ни новолуния смотреть. Так, вот смотрите, хочу ответить про лук Суворова. Очень много пришло, я начала показывать нынче опять лук Суворова, очень много пришло комментариев и просим, что там на семена. Вот тут девушка Юлия с мужской страницы пишет, что вот этот лук Суворова нигде не могла найти. Живем под Новосибирском. Хотела луковицы купить. Луковицы то прелые, то вообще не те. Лук знаем, очень любим. Понимаю, что заниматься сейчас времени нет. Не смогли бы вы... Короче, хочет девушку лук Суворову. Я сейчас отвечу вам, Юль, я, если я успею его не провороню, я соберу и, конечно, всем, кто у меня попросит, я бесплатно этот лук вышлю. Но дело в том, что у меня в прошлом году лето было жаркое и я просто не успела. Вот еще подходило несколько дней назад, казалось бы, он был еще, как сказать, закрытый эти коробочки семенные. Через какое-то время подошла, они на жаре очень быстро расщелкиваются. Они порасщелкнулись и он все их, как это... Ну, как все, выщелкнул, рассыпал. Поэтому очень много детей Суворова в ногах выросло сегодня, нынче, в этом году. И я вот в этом году хочу... Она же чернушка взошла, и вот прям тоненькие-тоненькие, вот эти зеленые, как ниточки. Я хочу подождать сейчас, они маленько подрастут. Я их высажу за периметр, за ограду. Ну, там у нас сетки рабицы огорожены, где у меня перегной хранится. Я хочу его развести. И если в этом году я успею, соберу, я, конечно, всем дам. А вообще, знаете, в чем у него проблема? Я вот этот, который высажу и соберу, я хочу размножить, чтобы у меня прям была грядка, когда он зацветет, эти фиолетовые шары, такие красивые, чтобы были. Он... У него способность к размножению только на четвертый год. Вот у меня первый год всего лишь у него семена, вот 4 года он уже растет, и на четвертый год только эти семена способны всходить. А я до этого сколько лет пыталась его посеять, вы не поверите, я эту чернушку собирала. Первый год, второй год я сеяла и на улице, и в лоточке. Думаю, ну не получается лук сувора, ну почему он у меня не всходит, то ли я что-то делаю не так. А они, оказывается, пока эта луковица молодая и пока не достигнет вот этого половозрелого периода своего возраста, они даже не всходят. И потом я перестала их собирать, и в прошлом году, если честно, я думала то ли собирать, то ли не собирать, поэтому я его и проворонила. Я уже рукой махнула, думаю, ну раз не всходит и не всходит, потом подошла, он уже пустый, я не думаю, ну и ладно, фиг с ним, не буду собирать. И оказалось, это был как раз тот четвертый год, когда они достигли своей половозрелости, вот это, что они стали способны размножаться. И он у меня нынче на полу-то где взошел, и он прям мхом. Вот теперь я прочитала, знаю, что только на четвертый год, так что если вы посадите луковицу, не пытайтесь ее размножить первые три года, ничего не получается. Вот Тимун Баев спрашивает, для чего в теплицах вешают бутылочка с йодом? Ну это до сих пор не доказано, то ли оно действует, то ли не действует, но вообще йод, это же известный дезинфектор. Во-первых, у меня года два висели бутылочки с йодом, мне вообще нравилось. Вот заходишь, такой запах стерильности, пахнет все равно этим йодом, хоть и говорят, что он вредный, но когда проветривание, когда у двери открытые, ничего там такого не случается. Ну у меня, тут не объяснишь, что ли от этого, от того, что и бутылки с йодом висят, от того, что какие-то мы делаем там и чесночное опрыскивание, и что-то еще там, и фитоспорин, но у меня вот фитофторы вот в теплице ни разу в жизни не было, никогда. Может быть, весь комплекс, может из-за того, что хороший уход, но вот бутылки с йодом я теперь уже, конечно, не вешаю, потому что я поняла, что их вешаешь, что не вешаешь, фитофторы все равно нет, и от чего это зависит, я не знаю, у кого есть фитофторы, у кого нет, конечно, это зависит от района проживания, потому что говорят, что есть некоторые области и районы с таким сырым влажным климатом, где фитофторы избежать невозможно, там хоть какие делай обработки, хоть как-то ухаживай за томатами, все равно наступает период, когда фитофтора набрасывается на томаты, но у нас проще с этим, фитофтора есть, конечно, у соседей, в какие-то, ну, в более поздние осенью периоды, но летом я не вижу, чтобы у кого-то были черные томаты, а бутылки с йодом, как я уже говорила, это может быть как-то как эффект плацебо, мы думаем, что нам помогает, и оно действительно, вот все это помогает в комплексе, в прошлом году я уже не вешала, но я как, один раз повешала, услышала, что это помогает, дезинфицирует, что вот воздух такой чистый, без всяких там бактерий, патогенные, микрофлоры убивает, но ведь это никто не проверяет, от чего у нас бывают цветки, от чего не бывают цветки, ой, эти фитофторы, читают цветки коронные, вот коронный цветок может расколоть куст, как это расколоть, я не пойму, вообще что ли он треснет, вот Виктория Саватеева пишет, возвратные заморозки, до 15 июня возможно, в прошлом году были 10 июня, вот я про это и говорю, что даже мы, кто высаживает очень рано, а, это пишут из Латвии, а у нас то же самое, я думала, что у нас в Сибирске кто-то пишет, у нас то же самое, у нас почти до 10, до 15 июня, только после этого разрешено без укрытия, могут быть заморозки, так что вот сейчас, если говорят, зачем рано высаживаете, кто и поздно высаживает, в начале июня высадил, а 10 июня может замерзнуть, так что мы немного, как, немного обезопасим от себя те люди, кто высадит в начале июня, у нас может быть у всех 10 июня замерзнет, так, это как полы вручную помыть, да, да, точно, но я же там раз в месяц это делаю, не каждый день, вот про это HB101, давно уже было видео, не помню, в позапрошлом году, все еще люди пишут комментарии, вот написал Александр Гусев, купите вместо его эпин или циркон и все, да, есть у меня и эпин, и циркон, все, вот еще один интересный комментарий, Бешенова Мадина пишет, по 2 томата в 1 лунку, я рассказываю, она пишет, это не 2 томата в 1 лунку, 1 кол на 2 томата, расстояние между томатами стандартное, но у меня расстояние между томатами, двумя, вы все наверное слышали, что я рассказываю, 15 сантиметров, вот они в 1 лунке, между ними 15 сантиметров, Мадина, если вы считаете, что это стандартное, для простой высадки, 15 сантиметров между томатами, то я даже с вами спорить не буду, считайте, что это не 2 томата в 1 лунку, а 1 кол на 2 томата, вот если люди некоторые, лишь бы просто прицепиться к чему-то, вот не так я сказала, я сказала 2 томата в 1 лунку, а это оказывается 1 кол на 2 томата, есть такие умные комментарии, не знаешь, как, что на них ответить, так, вот пишут, что в Средней Азии, точно, что вы рассказываете, было у нас, как бы не, подождите, дочитаю, боюсь, как бы не помешала сырость, мы не привыкли к таким обильным дождям, ой, а у нас и дождь, и мороз, и все равно, мы сегодня уже смотрим на небо, что-то лучше бы жарко было, а когда было жарко, говорили, что очень жарко, пишет Татьяна Иванова, завтра никто не сбежит от поцелуйчиков, будет температуру листиков проверять, так, все помаленьку высаживают, вот Татьяна Ягунова пишет, сегодня высадила десант на улицу Золотое сердце, но укрыло обещают до 2 градусов, на очередь челнок Буян-Демидов, раньше высаживали помидоры в начале июня, так как на Николу, а это 22 мая, и на Троицу всегда были заморозки, но вообще я слышала, не знаю, это Мария Иванова написала, говорят, что до Троицы нужно все отсадить, уже должны все отсадиться, и Троицу люди раньше как гуляли, и уже после этого никакие посадки не делали, но кто как хочет, тот так и садит, вот пишет Галина Пономарева, сажу челнок Буян, отличие томаты, именно в открытом грунте, пробовала их сажать в теплицу, но урожай не был такой большой, Надежда Штергер пишет, пойду тоже свои поцелую, ну все, теперь у нас, знаете, будут томаты, все зацелованные, да, Женя Головинова пишет, видимо, уличные томаты в стрессовых условиях стараются выжить и дать потомство, это действительно так, ученые же говорят, что в таких стрессовых ситуациях все направлено на продолжение рода, а в теплице им торопиться некуда, жизнь прекрасна у них там, так, Ирина пишет, спасибо, что с легкостью блокируете негативщиков, не обращайте на их внимание, я сначала пыталась каждому объяснить, вот кто пишет, например, так же, вот как про эти стаканы, что бред всякий придумывайте и показывайте для лайков, что-то у вас-то я не вижу, чтобы вы в таких стаканах выращивали, вот начинаешь объяснять, да вы понимаете, я же раньше делала такие стаканы, а сейчас не могу делать, потому что времени мало, это столько печатного текста, а теперь я подумала, вот сегодня опять удалила, что кто называет меня дурой, кто называет меня, как же там, пишите бред, с головой у вас не в порядке, просто сразу удаляю молча, вообще даже не читаю, вижу только оскорбление в свой адрес, все удаляю сразу за неуважительное отношение к автору, потому что действительно иногда не очень приятно, снимаешь, занимаешься видеомонтажом, все это, это же тоже очень много времени, а потом пишут, ну дура, дура, я себя дурой, конечно, не считаю, далеко не дура, говорят, что если ты себя таковой не считаешь, то ты не обидишься, но все равно неприятно считать такое, лучше буду удалять таких людей, которые портят мне настроение, я хочу выходить в огород с легкой душой, с хорошим настроением, чтобы передать свое хорошее настроение зрителям, именно тем зрителям, которые ждут от меня чего-то, которые хотят действительно поучиться, не помериться тут своими градусниками, у кого там два томата с одним колом или один кол на два томата разбираться пришли, а действительно, кому нужна информация, как высадить, как можно обмануть природу, погоду, или что-то там. Так, вот Любовь Волкова пишет, после ваших рекомендаций буду высаживать на улице сорт ультраскораспелый, я собиралась в теплицу высаживать ультраскораспелый, тем более на улицу высаживать, он там хорошо растет, в теплице, знаете, какой огромный вырос, он еще же, тем более, не толстоногий, не такой, не как, типа штамбовый, у него простое строение куста, и он такой сделался там массивный, на будущий год не буду. Так, ну вот тоже при теплице Владимир Веденеев пишет, Ольга, у меня та же ситуация, в теплице с подогревом грунта, отоплением высадил много ранних сортов, еще 6 марта двухмесячную рассаду, цветут обильно уже второй месяц, а завязей мало, также разрослись, сажал по вашему методу, ну вот, короче, та же самая проблема, они там чувствуют, что, ну как, дорвались до бесплатного, тепло, светло, они там разрастаются во все стороны, на улице-то они бы были поскромнее. У меня в теплице без обогрева уже Винни-Пух в перчинки пошел и огурчики, главное эти 3 ночи перетерпеть, но Винни-Пух, он очень же ранний, он даст, конечно, первый стручок очень быстро. Оксана Ярыгина пишет, ну вот, во всем надо искать хорошее, погода дает вам спокойно поработать в теплице, да, как раз за счет вот холодных вот этих двух дней я высадила всю теплицу вот эту уральская легенда полностью, все иностранцы теперь сидят там вольготно, в тепле, вот так вот распустили свои листики, то они были же в лотках, толкали уже друг друга плечами, ну-ка ты куда, а ты куда, выше к солнцу, еще бы маленько они бы вообще повытянулись, вот Полина пишет, посадила спиридона в теплицу две недели назад, он вообще не растет, один даже пожелтел, что делать, пересадить в открытый грунт, но спиридон он сильно не разрастается, он сам по себе очень маленький, если он у вас не растет, ну может быть пожелтел, может быть вы его чем-то ну как сделаете обработку каким-то например стимулятором роста, ну просто эпиеном или интарной кислотой, уж пересаживать, если вы уже высадили его в теплицу, ну по денег стоит, он уж может там прирос, ну не знаю, смотрите, но спиридон вас не испугает своим размером, вот он у меня рос в прошлом году в теплице, он не очень большой, вот Барнаул Оксана Белевич пишет, даже высадить побоялась, Лилия Вальтер пишет, согласившись, что в теплице место лучше занимать ранними индентами, Батяня, Пузата Хата лидирует по срокам созревания, так там и плод такой, что с пальцем съешь, а уличные вынослики выручат тех, кто теплицы не имеет, да, Вика Янович пишет, Пузата Хата моя любовь, Елена Дьякова пишет, а еще любимый праздник, Большая Медведица, Доброе Сердце, и, кстати, вот Лилия Вальтер написала, два последних сорта даже не слышала, а ведь хорошая тема ранние вкусные инденты, и я, кстати, Большая Медведица и Доброе Сердце тоже ни разу не выращивала, и мне кажется, я даже в магазине не встречала, вот, любимый праздник, то, конечно, я высаживаю, Елена Пенкина напишет, в Кострому Первомай принес тепло плюс 20-25 и ночью плюс 10, Ирина Ивановна пишет, а на улице мы еще не высаживали, посадим после холодов, вот у всех проблемы сейчас, высаживать, не высаживать, будет холодно, не будет, в Чите ждем холод, Ирина Ивановна пишет, закрыли все растения в теплицах, в Которжане нынче томаты сидят, почти весь день шел снег, Галина Овчарова, я, наверное, не дойду до того, до того комментария, который хотела прочитать, и что все торопятся выкинуть рассаду, природу не обманешь, буду высаживать после 10 мая в теплую, в теплую теплицу, всем хороших урожаев, вот смотрите, вот этот сейчас прочитаю, это очень важно, потому что у человека случилось несчастье, неприятность, несчастье, конечно, совсем другое, Елена пишет, у меня замерзли томаты в парнике, ночью был ноль, и пипец с моим помидором, я вообще удивилась, что при нуле они замерзли, обычно если в парнике, если они прикрыты, они должны были выдержать, но это не важно, Алена Дроботова пишет, не спешите помидорки выдергивать, они живучие, могут еще отойти, догнать, и урожай будет хороший, у меня как-то в первый же день после высадки ночью заморозки случились от этих помидорок, только палочки остались, расстроилась, хотела выдернуть, но свекровь остановила, и знаете, помидор в тот год было много, только попозже, на пару недель, я хочу напомнить вам, кто видел в прошлом году, помните, я высадила демиду во грядку, и она полностью вся замерзла, замерзли даже верхушки, и замерзли листья, и также стояли одни палочки, если хотя бы 2-3 сантиметра от земли осталась у вас вот эта будулышка, и если у вас нет больше рассады, оставьте, она вырастет через пасынок, я вот в прошлом году не формировала эти томаты, которые обмерзли, и я им позволила, зря конечно, вот сразу скажу, что зря позволила все пасынки, которые вылезли, я их оставила, и они как шли как шариком, вот есть, есть такой цветок, как он такой, шарообразный, потом еще ветром вот так вот, как перекатиполь, он может катиться, и вот я оставила этим шариком, и было очень много цветов, и очень много плодов, но они измельчали, если вы не хотите, чтобы плоды были мелкие, когда пасынки начнут вылазить, оставьте 1 или 2, у вас через пасынок вырастут прекрасные томаты, у них корневая, если там целая, но она не может никак в грунте, конечно, замерзнуть, она же уже там укоренилась, они очень-очень быстро нарастят этот пасынок, превратят его в настоящий ствол, у каждого пасынка он превращается в такой же куст, у него также цветочные кисти, и этот пасынок еще будет давать другие пасынки, и там вы смотрите, или вы будете на самотек выращивать, просто сколько вырастет, или формируете также в один или в два ствола, помидоры до конца замерзнуть никак не могут, они даже, я говорю, если вот сколько-то сантиметров от земли вот этого стволика, если осталось целого, если он не почернел, если он не превратился в такую вот, как некроз после обморожения, если не пошел у него, то все, ждите, можно прям ничего не делать, ничего не обрезать, так и оставьте, пусть стоят, они, которые замерзли, они засохнут, почернеют, отвалятся, а новые пасынки вылезут, но если у вас есть чем заменить, если вы не хотите рисковать, вы тогда все замените, а один или два оставьте, ради интереса, и посмотрите, что из него вырастет, помидор обязательно восстановится, ну чуть с опозданием, так, нужно посмотреть время, ну все, сейчас я еще быстро, так, на этот комментарий я уже сегодня снимала видео, как раз вот чего не хватает томатам, это очень такой часто распространенный вопрос, вот что с моими томатами, у кого крутит верхушка, у кого закручиваются листики, у кого одно, у кого другое, и после обработки, вот таким комплексом микроэлементов, некоторые и листья расправляются, и цвет у них, бывает, изменяется на лучший, вот этот вопрос тоже очень часто встречается, зачем вам столько много томатов, хочется в ответ спросить, а зачем вам эта информация, кто заходит ко мне на канал, кто мой постоянный зритель знает, зачем мне столько томатов, и чтобы не задавать вот такие некорректные вопросы, когда вы заходите там на канал, вы хотя бы посмотрите название видео, там пролесните, какие темы, о чем мы говорим, и вам не нужно будет вот это задавать, это то же самое, что, ладно, не буду распространяться, Марина Костякова пишет, я тоже высадила, но глядя на ваш оптимизм, совсем не страшно, это очень хорошо, когда огородник высадит, и не боится, потому что обычно, ну как говорят, что собака кусает тех, кто ее боится, она чувствует запах страха, так же и томаты, наверное, замерзают в тех огородах, где хозяева боятся, не знаю, надо на них надеяться, давайте верить в наши томаты, я вот сегодня высадила целую гряду, сейчас будет видео, ну, когда это видео выйдет, вы уже посмотрите, целую гряду крупноплодных, таких сибирских томатов, и у меня уже нет на них замены, потому что все, этих сортов я высадила сразу, все, вот любимый праздник, по многу пудовик всего, и я надеюсь, что они не замерзнут, потому что им нельзя замерзать, у меня нет замены, на скамейке запасных таких сортов уже нет, все, все количество выкинуло сразу, я верю в них, сейчас любителям животных, мимимишное видео про котяточек, я сама не могу, я кружу вокруг этого гнезда с котятами, смотрю их по три раза в день, такие же они прикольные, эти глазки, пуговки черные, такие, я вот сейчас снимала, они смотрят на меня, в мир, такие вот как, ну, не буду удлинять видео, сами посмотрите, хочу показать вам, какие выросли уже котятки, я потихонечку, вот у них сейчас утренний туалет, мама их намывает, тут плохо видно, потому что они на черной подстилке, и сами черные все, моют, моют, да они и так чистые, они еще не измазались нигде, котята уже начали ходить, играются, что меня сегодня удивило, подошла погладить котят, не поняла, что там у них такое, видите красный кусочек, дала сегодня, погладила кошку, смотрю, у нее шерсть прям вылазит, они ее высосали, маленькие, но здоровые, высасывают, я дала ей сегодня кусочек мяса, смотрите, она принесла, в это гнездо, им сюда же, хочет, наверное, приучить их, а вон, лежит кусочек ментая рыбы, все, что я ей даю, она приносит своим детям, хотя они еще не кушают это, сейчас вам покажу прикольный, а ну все ушел, и на этом куске ментая, как вместо подушечки, сейчас спал вот этот вот серый котенок, ох, у них такая любовь тут, ну счастье прям безмерное, что-то они кувыркаются, копошатся, как маленькие червячки, вот какие красивые у нас котятки у Надюши, вот они, вот они глазастые, маленькие, игривые уже такие, она их нализывает, 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 любимые детки, первенцы, вот беззаботная жизнь, ну это пока хозяйка дома, как только я сейчас в огород, она тут же их бросает, и мне на помощь, поглазастенькие, вот чудо природы, смотрите, они друг с другом уже в обнимочку, у меня внук после выходных, когда с ними играл, уже через два дня, родителям не дал покоя, не дал сидеть на месте, сидит у окна, нужно ехать котяток проведывать, нужно ехать котяток проведывать, уже два дня не видели котяток, его специально привезли, чтобы он попроведывал котяток на полчаса, и назад он поехал домой, вот у нас теперь забота, теперь внук, Марик, скучает по котяткам, ездит не бабулю проведывать, а котяток, уже решил не одного, а два забирать, скоро, короче, он будет родителей уговаривать, чтобы всех котяток перевезли туда к ним, ну все, утренний туалет сейчас скоро, наверное, закончится, Надюша, хватит умываться, пора идти в огород работать, прям наблюдал бы, любовался бы целый день этими котятками, я тоже как Марик, проведывать котяток нужно, счастливая кошачья жизнь, котятки под боком, рядом кусочек мяса, что еще нужно кошечке, Надя, Надя, кс, ты моя красавица, клятую, как на воду, ты моя стромка, я так, ею, Продолжение следует...